Вы смотрите Geek Movies! И многими остались незамеченными. Первый и, пожалуй, главный – это мягкая перезагрузка вселенной. С 2005 по 2020 председателем совета директоров и исполнительным директором Дисней был Боб Айгер. Именно при нем купили Marvel, и по датам нетрудно догадаться, что расцветки на вселенной пришелся направление Боба. В 2020 он передал полномочия Бобу Чапику, плоды работы которого мы пожинаем и по сей день. О проблемах Чапика мы выпускали отдельное видео, но сейчас важно то, что он ушел. В 2022 Боб Айгер вернулся, а в июле 23-го продлил контракт до 2026-го, сопроводив это обещанием сделать Marvel великой снова. И достаточно прямым анонсом, что киновселенную будут мягко перезагружать. Сразу после возвращения Боб Айгер выдал второй из важных анонсов. Он заключается в уменьшении количества как фильмов, так и сериалов Marvel. В четвертой фазе киновселенной было 8 сериалов, в пятой – 7. На шестую фазу сейчас анонсировано 10, но в интервью журналу The Warp в июле этого года Боб Айгер пообещал количество уменьшить. Если точнее, вернуть приоритет качества над количеством. Отсюда и переносы эхо с железным сердцем, переделка сериала «Войны брони» в полнометражный фильм и другие новости, о которых мы рассказывали. Пока неизвестно, чем все закончится, но есть мнение, что сериалы о Вижене, Чудо-человеке и Нове, над которыми только начали работу, мы можем не увидеть вовсе. По крайней мере, проходника на Disney Plus в шестой фазе будет меньше. С ней связан третий важный анонс. За последний год Marvel столько раз переносила проекты, что мы уже устали выпускать об этом ролике, учитывая забастовки точных дат нет и сейчас. Но есть кое-что получше – четкое понимание, когда закончится пятая фаза и когда стартует шестая. В июле 2022 года на Комик-коне в Сан-Диего Кевин Файги анонсировал, что ее начнет фильм о фантастической четверке. В 2023-м перед релизом Локи Файги подтвердил эту информацию. Соответственно, последним фильмом пятой фазы станут «Громовержцы». Учитывая, что их релиз даже официально назначен на 20 декабря 2024 года, а из-за забастовок фильм даже не начали снимать, понятно, что, скорее всего, шестая фаза стартует, дай бог, в 2025-м. Это важно, ведь Капитаны Марвел, Капитаны Америка 4 и прочие проекты пятой фазы – это все еще детище Боба Чапика и Кевина Файги. Боб Айгер пообещал исправить и их, но понятно, что изменения будут в лучшем случае косметическими. Проекты слишком далеко в продакшене, чтобы анонсированная мягкая перезагрузка Марвел на них повлияла. Первым по-настоящему перезагруженным и созданным по старому новому подходу фильмам будет «Фантастическая четверка». То есть ждать камбэк киновселенной нам придется еще полтора-два года. Четвертый важный анонс – снижение роли Канга-завоевателя. В марте этого года официальный биограф Марвел Джоанна Робинсон выпустила книгу о создании четвертой фазы. В ней Джоанна рассказала, что Канг до 2021 года не стоял в центре саги мультивселенной. Джоанна не называла имен, но понятно, что изначально, учитывая «Секретные войны», аналогом Таноса для новой большой саги был Доктор Дум. Ну, или Галактус. В общем, главное, что им точно не был Канг, место которого в иерархии поднял успех первого сезона Локи и сырая версия «Квантомании». Именно после просмотра рабочей версии «Человека-муравья 3» в 2022-м Кевен Файги решил поставить Канга в центр вообще всех сюжетов. После чего, по словам Джоанны, в Марвел начался сущий хаос. Потому что сценарии абсолютно всех проектов пятой-шестой фаз пришлось перерабатывать. Это было сделано, а через полгода «Квантомания» провалилась в прокате. Боба Чапика уволили, а Джонатан Мейджорс попал под суд. Кевену Файги можно было бы посочувствовать, если бы не одно «но». Босс Марвел в свое время добровольно расстался с Робертом Дауни-младшим и даже не пытался удержать Криса Эванса. Файги аргументировал свою позицию тем, что Марвел — это нечто большее, чем пара популярных актеров, и он не хочет привязывать киновселенную к одному актеру. А потом, через пару лет, этот же самый Файги привязал всю вселенную к Джонатану Мейджорсу на основании 20 успешных минут в первом сезоне «Локи». Кевен не может жаловаться на судьбу, потому что он сделал то, чего сам обещал не делать. Теперь Файги под давлением Боба Айгера еще раз переделывает структуру шестой фазы киновселенной, чтобы она не концентрировалась на Канге. Из чего вытекает пятый и, пожалуй, самый важный анонс. Пятую и шестую части «Мстителей» переделывают. В 2022-м, когда Файги заставил всех сценаристов исправлять проекты под Канга, было анонсировано, что «Династия Канга» и «Секретные войны» выйдут в 2025-м с промежутком в полгода. Главным злодеем и там, и там был Канг. Сейчас релиз «Династии Канга» намечен на 1 мая 26-го, а «Секретных войн» — на 7 мая 27-го. И не только из-за ковида, забастовок и проблем Джонатана Мейджорса. Весной этого года «Коллайдер» сообщил, что Джефф Лавнес, сценарист «Мстителей 5», покинул свой пост. Официально из-за забастовок Марвел, но слишком уж много косвенных факторов указывает на смену состава сценаристов. Во-первых, это заявление Боба Айгера о перезагрузке, сразу после которого сценариста «Фантастической четверки» убрали и поменяли на Джоша Фридмана, работавшего над аватаром. Во-вторых, та же участь постигла и громовержцев, куда взяли писать сценарий Ли Сон Джина, создавшего сериал «Грызня». В-третьих, то же самое и с Блэйдом, куда взяли Никка Пиццалата. В общем, этой весной Боба Айгер поменял вообще всех сценаристов. И заявлению «Коллайдер» об увольнении Джеффа Лавнеса охотно верится, тем более учитывая, что он написал провальную квантоманию. Вспоминая, что «Династию Канга» от «Секретных войн», ко всему прочему, отдалили не на полгода, а на год понятно, что все новости о фильмах можно обнулять. Что важно, ведь Джефф Лавнес говорил, что ни фантастической четверки, ни людей Икс в династии Канга не будет. Теперь все может измениться, потому что в дело вступает шестой важный анонс. Марвел, наконец, начала брать на работу людей с опытом. Вся четвертая и пятая фазы были созданы по схеме уровня «Берем стажера или студента без опыта, а Файгейм управляет и создает стерильный проект». «Женщину Халк» написала Джессика Гао, у которой до Марвел была пара серий Рика и Морти, «Мисс Марвел Биша Али», для которой это вообще первый подобный проект. Упомянутый выше Джефф Лавнес до «Квантомании» вообще писал сценарий к церемонии «Оскар». Как мы уже сказали ранее, всю эту шоблу убрали и этой весной устроили перестановки. Будущие проекты Марвел снимают и пишут авторы настоящего детектива, аватара, очень странных дел и других громких фильмов и сериалов, что полностью стыкуется с философией Марвел образца 2008-2019 годов. Не то чтобы братья Руссо или Джеймс Ганн были суперзвездами до прихода в киновселенную, но все без исключения сценаристы и режиссеры той эпохи имели в портфолио крепкие проекты. Эта славная традиция возвращается. В шорт-листе на съемке «Секретных войн» Сэм Рэйми, создавший трилогию с Тоби Магуайром, и Шон Леви, снявший «Живую сталь» и очень странные дела. Согласитесь, звучит представительней, чем Дастин Креттон, у которого в активе только Шан-Чи. Возвращение Марвел к сценаристам и режиссерам, работающим не за еду, пожалуй, важнейший тектонический сдвиг стратегии, за который Бобу Айгеру стоит сказать однозначное спасибо. Правда, опять же, результаты нового подхода мы увидим в лучшем случае через пару лет. Поэтому перейдем к седьмому анонсу. Он заключается в том, что Том Холланд все еще часть киновселенной Марвел и ею останется. Все вы помните мыльную оперу 2019-го, когда Сони не стала продлять с Дисней контракт, и на какое-то время Паучок Холланда из Марвел отвалился. Не так давно заключенное тогда соглашение тоже закончилось. И в отличие от прошлого раза, драму никто не устраивал. Настолько, что в интернете в принципе нет новостей о новом соглашении Марвел и Сони. Однако оно имеется, потому что Том Холланд и Кевин Файги факт разработки Человека-паука 4 подтвердили. Никто не знает, когда он выйдет, и никто не знает, чем Паучок будет заниматься во Мстителях. Но то, что еще один фильм Холланда будет в основной киновселенной – несомненный факт. Поговаривают, что частью новой сделки также стал Майлз Моралес, из которого Сони хочет сделать еще одну прибыльную франшизу. Но это все уже слухи. Мы перейдем к бонусной части. Она заключается в том, что в Марвел возвращается дух свободы. На фоне унылого контента звучит странно, но на самом деле о ближайшем будущем киновселенной снова можно строить теории, мечтать о возвращении актеров и выстраивать какие угодно сюжеты. Пару лет назад мы говорили, что если четвертая фаза не взлетит, будет перезагрузка и возвращение к истокам. Над нами, как всегда, посмеивались и пошутили над водичкой. Но получите и распишитесь, друзья. Марвел столкнулась с проблемами. И как мы и говорили, пару лет назад их решением чаще всего является фан-сервис. Хью Джекман уже вернулся Крис Эванс, выложил Кевину Файги четкий список требований, а Викторию Алонсо и еще пару продюсеров высочайшего уровня из Марвел банально уволили. Бо Пайгер пойдет на все, чтобы вернуть киновселенной популярность, поэтому можно смело ставить на резкое снижение уровня повестки в проектах Марвел, возвращение любимых актеров и крутые сюжеты, которых, как мы не раз рассказывали, для экранизации имеются навалом. К сожалению, всего этого придется подождать годик-другой. Капитан Марвел и другие уже снятые проекты выйдут такими, какими их планировали гении четвертой фазы. Но громовержцы и фантастическая четверка обещают открыть новую главу в истории киновселенной. Какой она будет? Делайте ставки в комментариях, а у нас пока все. До новых встреч, друзья!